Виталий, приветствую тебя! Традиционный вторник, очередная встреча, обсуждаем рынки, как и всегда. Ну, единственное, что сейчас новостной фон крайне интересный, мы ждем уже в рамках этой недели еще один отчет из США, важный Non-Farm Perils. Кстати, это еще и начало нового месяца уже. Ну, собственно, первая пятница каждого месяца, как раз на этот день и выпадает важнейший релиз по состоянию американского рынка труда. Non-Farm Perils имеет большое значение для рынка, потому что дает возможность оценить один из ключевых секторов американской экономики и, в принципе, понять, что происходит в США. Сейчас, конечно же, этот отчет имеет еще двойное значение, потому что Паул, как мы помним и знаем уже по итогам его выступления на симпозиуме в Джексон-Колле, повторил, что очень много, если не все, зависит от характера цифр и макроэкономических данных, которые в конечном счете будут влиять на то решение, которое фактически и примет Федрезерв на заседаниях в сентябре и в ноябре. Отсюда и снова такие поплывшие ожидания того, когда же все-таки вот этот вот раздел состоится, когда можно будет четко понять, что с долларом будет дальше. Но, к сожалению, вот Паул нам ясности и определенности не добавил, хотя имел все вводные возможности для этого. Опять же, чем больше неопределенности на рынке, тем выше волатильность, непредсказуемость движений. Для кого-то это самое лучшее на рынках, особенно для трейдеров, которые относятся к категории спекулянтов на короткие дистанции, когда можно ловить мощные движения в рамках даже одной торговой сессии. Но я все-таки себя отношу к трейдерам с долгосрочной ориентацией именно в позициях и надеюсь, что после нон-фарма в эту пятницу и потом еще после данных по инфляции, которые выйдут 13 сентября, картина будет яснее, что, в принципе, можно будет ожидать от доллара. Виталий, сегодня давай поговорим о индексе доллара, если у тебя есть какие-нибудь рекомендации, если видишь хорошие уровни и если есть что сказать по фундаменту, тоже будет крайне интересно послушать эту точку зрения. Также я сегодня предлагаю разобрать голота, который тоже очень интересен. Это последний скачок еще с конца прошлой недели до уровня 1922 доллара за трой спонсор. И затронут может быть еще рынок нефти только лишь потому, что сейчас это может быть интересно из-за обсуждения шторма. И далее, который приближается к фориде, вроде бы как этот шторм, уже оценили его вероятность того, что он перерастет в ураган третьей категории. И все это может обрушиться на США, на Флориду, на побережье, по-моему, в среду. Ну, то есть уже прям совсем скоро. Давай так, демонстрация экрана. Индекс доллара у меня, первый инструмент, который открыт. Так, текущие котировки 103.97. После локальных максимумов, которые мы видели еще до выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холле, это примерно 104.30 развилась коррекция, и сейчас индекс доллара в районе 104 пунктов. Я, опять же, только что прокомментировал, что Пауэлл ничего нового нам не сказал. То, что ФРС будет осторожничать с повышением процентной ставки, потому что осознает, что, конечно же, риски, они очевидны. Он признал, что есть трудности и для рынка недвижимости, для потребительского спроса, для рынка труда, для банковского сектора из-за того, что ставка уже на уровне 5,5%. Но, опять же, не видит пока ФРС прям убедительных доказательств того, что инфляция снижается. Мне это странно, потому что мы на протяжении всего года видим, что инфляция действительно снижается. Возможно, Федеризеру нужно больше вот этих месячных интервалов, отрезков, чтобы увидеть, что индекс потребительских цен действительно снижается. И где вот этот уровень, когда они поймут, что, может быть, вот этот механизм такого полуестественного снижения инфляционного давления уже запущен, где находится этот уровень 2,9%, 2,8%, 2,7%, я не знаю. Но я рассчитываю на то, что после выхода данных по Non-Farm Perils и данных по инфляции 13 сентября, Федеризер все-таки станет помягче настроен. Потому что, по моим прогнозам, они совпадают с прогнозом рынка. В эту 5 мы получим слабый отчет по Non-Farm Perils. Там, по-моему, прогноз 170 тысяч. Это минимальный показатель с конца 2021 года. И, по сути, будет относительно плохой релиз уже третий Non-Farm подряд, третий месяц подряд. И по инфляции я жду, что будет снижение как основного индекса потребительских цен. И надеюсь, что снизится и базовая инфляция, хотя понимаю, что есть предпосылки для роста из-за повышения цен на поддержанные автомобили. 13 сентября, в общем, все узнаем. У нас с тобой будет не одна встреча, еще до этого момента. Поэтому, если что-то изменится, конечно же, обсудим. Пока что я за идею того, что индекс доллара уже достиг те уровни, которые мог достигнуть. Если дословно говорить о главных тезисах выступления Павла, то, я думаю, все со мной согласятся, что интерпретируют их как жесткий комментарий. Якобы ФРС подтвердил готовность к повышению ставки еще один раз до конца этого года. Если бы это была действительно новость, которая изменила бы все на рынке, индекс доллара, скорее всего, уже котировался бы в районе 105 и выше. Но все-таки удержали продавцы дальнейших покупок его. И рассчитываю на то, что выше 104.50 мы уже не уйдем. Поэтому короткая позиция приоритетов, как и раньше. Золото 1922 доллара за тройскую унцию. Я с середины прошлой недели рекомендовал такие легкие покупки. Не нужно залазить на полную, потому что раньше фон не предполагал такого четкого, опирающегося на ряд достаточных аргументов, оснований, чтобы открыть эти длинные позиции. Но сегодня они вроде бы как есть. Это снижение доходности американских облигаций и рыночный сантимент. Примерно 65% трейдеров сейчас в коротких позициях, то есть локально большинство. И пока сантимент не изменится, я полагаю, что золото легко может также внезапно набрать еще 10, 20 или побольше доллара. Поэтому в качестве целевого ориентира 1950 и потенциальное движение еще выше. И рынок нефти 83-75. Хочу отметить, что при всем том, что сейчас нагнетают из-за урагана и далее, я думаю, что его эффект будет все-таки минимальный, потому что все-таки это не та часть восточного побережья, где сосредоточены самые важные месторождения. То есть эффект на нефтянку будет минимальным. И в отношении нефти я бы лучше дождался статистики из Китая. Это в четверг и пятницу по индексам производственной активности. Вот после этих данных можно будет прикинуть, стоит ли ставить крест на китайской экономике или все-таки там есть какие-то предпосылки для роста. Я оптимист, в принципе, долгосрочно касательно бренда WTI. Но мне кажется, что все еще есть возможность зайти в этот рынок по более низким уровням. Поэтому сейчас я как бы стабско сохраняю в ожидательную позицию и буду ждать снижения там в район 82, может быть, даже пониже. И оттуда открывать длинные позиции. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Так, ну, что я бы сказал по фундаменту, добавил бы, в принципе, то, что ты отметил, главный тезис с Джексон Холла по поводу возможного повышения ставки. Да, это было сказано, но было еще сказано один очень важный тезис, что мы находимся на запредельных уровнях по процентным ставкам, да. То есть мы уже достаточно высоко. И поэтому, мне кажется, где-то в ближайшее время ставочки могут и, скажем, и понижать. То, что они поднимут там еще на 0,25 или на сколько, то есть я думаю, это глобально ничего не изменит. Это что касается выступления Павла, да, то есть помимо этого. Что касается рынков, напоминаю, я в прошлый раз был за рост индекса доллара. Давайте я перейду конкретно к графикам, чтобы было понятно, о чем я говорю. Так, сейчас подгрузиться, скажешь, когда видно будет. Да, видно. Так, видно. То есть практически последнее время я, ну даже месяц, я практически работаю на укрепление индекса доллара. То есть цели я ставил 105-106. Мы практически к ним подобрались, возможно, доберемся, я надеюсь, да, но все возможно. Это в краткосрочной перспективе, возможно, как ты вот правильно отметил, там нонфарм, возможно, ближе к инфляции там в начале сентября, там в десятых числах, когда будут данные, а там уже будет более ясная картина по поводу шортов. То есть, поэтому пока краткосрочно я за рост индекса доллара к этим целям 105-106, а уже там я буду искать точку входа на такой среднесрочный шорт. Поэтому мы там будем вместе, я думаю, что рынок как раз тогда и развернется. Потому что пока против меня рынок не хочет идти. У нас явно выраженно идет тренд вверх. Мы пробиваем все время вот эти проторговочки. Вот одна была проторговка, вторая проторговка и закрепляемся все выше. То есть, зеркально идем в сторону тренда. И вот цели вот эти, которые я сказал, вот, ну, это так условно я 105 сказал, 104,7, 105,8, то есть 105,106. Надеюсь, мы туда дойдем. И оттуда я уже буду искать модели на шорт. И здесь будет шорт такой эпичный. Я не знаю, с чем это будет связано фундаментально, но технически, то есть, с этого большого накопления, которое у нас длится весь 2023 год, я думаю, что мы выйдем где-то в район снова 99 и, возможно, в район 95. То есть, это такой будет, возможно, осенью это начнется, осень-зима, где-то плюс-минус. Поэтому ждем, запасаемся попкорном. Пока спекулятивно, краткосрочно рост. Не исключаю, что мы не добьем до 105,106. Все возможно. И поэтому я буду держать руку на пульсе. И если будет идти какой-то разворотный паттерн, модель где-то раньше, то я буду, скажем, пытаться раньше войти. Поэтому, потому что у нас, если смотреть евро-доллар, здесь аналогичная картинка. Жду, как и в прошлый раз говорил, 1,06-1,05 вот к этим целям. И дальше евро на 1,12-1,15-1,20. То есть, зеркально получается. И тоже слежу за этой зоной, которая у нас на текущий момент по евро-доллару. Я пока за шорт, но здесь внимательно буду следить, так как у нас есть повышающийся минимум. Последний текущий год у нас был один минимум в районе 1,05-1,06. И сейчас у нас в районе 1,07 у нас текущая цена плюс-минус. Ну, 1,08 точнее там с копейками. То есть, поэтому я буду внимательно здесь следить. Пока за шорт, потому что у нас, как и по индексу доллара, ярко выраженный тренд. Пока все говорит за снижение по данному инструменту. Сломаем этот тренд, тогда будем говорить уже о покупках. Это что касается индекса доллара, евро-доллара. Потом фунт-доллар. Здесь аналогичная картинка. Я его очень удачно на прошлой неделе шортил. Здесь была очень хорошая модель. Я, кстати, разбирал на своем YouTube-канале и на канале Амаркетс в пятницу записывал обучающий ролик по поводу, почему я шортил. Рассказывал там более-менее детально. Здесь был очень хороший паттерн. Мы сломили такой долгосрочный восходящий тренд. Нарисовали базу 1,28 плюс-минус. И у нас есть возможность, если индекс доллара продолжит рост, евро-доллар снижение, то по фунту есть шанс в район 1,23 скатиться. Если, конечно, не произойдет раньше вот этот разорот. Поэтому то же самое по фунту мы пробили 1,2620. Сейчас идет борьба. Чуть-чуть нужно подтверждение здесь и дальше шортить данный инструмент. Что касается рынка нефти, я с тобой согласен. Здесь у нас получается вот такая картинка аналогична. Я бы пока, кто желает, работал спекулятивно на снижение по рынку нефти с целью, возможно, где-то в район 80-78. Вот эта зона, то есть зона такая зеркальная. Будет ли это снижение с текущих или мы еще будем тестировать зону где-то плюс-минус 85-85,5? Этот вопрос еще открыт. Вот эта зона сопротивления у нас. И поэтому отсюда с текущих я бы набирал шорт. Если будет продолжение роста локального, я бы здесь ждал подтверждения на шорт, борьбу за этот уровень. И дальше работал спекулятивно на снижение по рынку нефти. Здесь, в принципе, прилично так есть куда падать. И потом уже искал где-то в районе 80-78, искал среднесрочные покупки. Как и ты, в принципе, мы можем, возможно, по нефти дойти до 90-100. То есть в ближайшее время, в такой среднесрочной перспективе на осень. Возможно, это будет быстрее, сентябрь-октябрь посмотрим. Но вот такой расклад у меня по данному инструменту. Ну, еще добавлю информацию по биткоину для криптоэнтузиастов и евангелистов. Что у нас здесь? Аналогично вижу среднесрочный рост по биткоину в район 32-35 тысяч. Но я думаю, перед тем, как мы будем расти, мы еще протестируем уровень поддержки, который у нас был в районе 24-800. Условно, вот этот уровень поддержки. После того, как мы его протестируем, будет ложный вынос, сформируется хороший паттерн. Здесь я бы дальше набирал покупки по биткоину. Спекулятивно, если есть у кого желание, то мы, в принципе, можем спекулятивно шортить. С текущих, возможно, еще будет какой-то тест 20-26-750, условно, вот этого максимума. Поэтому можно там тысячу-полторы тысячи долларов вниз еще прокатиться по данному инструменту. Так как вот это движение, которое у нас сейчас по биткоину идет последние две недели, оно явно смотрится как коррекция и дальше продолжение в сторону вот этого слива. Кто не хочет шортить, потому что все, возможно, мы можем и раньше показать разворот, это же такое. Но потихонечку я бы присматривался к среднесрочным перспективам. Возможно, это все совпадет, вот это снижение биткоина, последний рост индекса доллара, евро-доллара, S&P 500 и так далее. И где-то потом рынки будут более синхронно, ближе, середина сентября, плюс-минус в таком формате. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Следим, ждем данные по Non-Farm Perils, а потом уже отчет по инфляции. Ну, об инфляции мы сейчас поговорим, в том числе и на следующей неделе. Пока что 1 сентября, пятница, ожидание рынка, статистики по рынку труда США. Соответственно, в авторник точно вероятность изменения процентной ставки изменится. Посмотрим на инструмент Predewatch Tool, что он там будет подсвечивать. Ну и работаем по тем тенденциям, которые, друзья, были вам обозначены. Виталий, еще раз большое спасибо, что нашел время, подключился. Тебе тоже хорошей торговой недели и хороших выходных. До скорых встреч. Пока, удачи. Пока.